Если бы выполнили по-честному то, о чем договорились, ничего бы не произошло, и Крым был бы в составе Украины. Ну не может это нормальное человеческое естество прийти, потому что это антиестественно. Не надо по одному человеку судить о всей ветве власти. Но пушечного мяса на фронте все равно не хватает. Больше, в принципе, помощи вы от Запада никакой не дождетесь. Все идет в известном направлении. Очень хорошо. Не забывайте нам лишать лайк и обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Помощайтесь сручнее, сейчас будет полет в космос. Вот так вот у нас больница. Кедиазеры где находятся. И герберки везде стоят. Красота. Я знаю-знаю про свою роботу говорити не дуже скромно. Но мы достойно знаем и часто это публикуем в моем телеграм-канале, что российские пропагандисты следуют за нашей работой, смотрятся, анализуют и понимают, что те, что мы делаем, это важно. Важливо для украинского суспільства, но и меншую его меру, и для россиян. Упоротых не до людей. Но они боятся того, что мы делаем. Адже мы завжди отследствуем все их эфиры. Мы выбираем не сучнее, не сучнее, не сучнее. И я честно скажу, мы не монтуем, не выгадываем, не лепимаем их слова. Мы подаем то, что сказали они. А далее уже вам решить. Это про зраду или про победу. Это про то, как они ніяк увижусь от всех обстоятельств, что нинейно несутся на территории РФ, или пытаются все за властную победу. Одним словом, я навіть не буду за вас робити висновки. Кожен подивится и все зрозумеет. Перечисленный вами гражданин таким является, к сожалению, и работает на клики. Работает только на то, чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях. Никакого отношения к решению дискуссионной проблемы это не имеет. К сожалению, это кидает тень на парламент, на власть и так далее. Они боялись ему отвечать. Я вам не объясняю. Это не зря. Еще раз, надо быть уверенным в себе. И если вам грубят, кто бы это ни был, действовать адекватно в ситуации. Тем более, когда это действительно происходит в такой непотребной форме. Поэтому не надо по одному человеку судить о всей ветви власти. Ни в коем случае действовать. Принципиальное значение, конечно, имеет признание реалий на земле, как об этом не раз говорил наш президент. Чем дольше украинское руководство нынешнее при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территории остается у этого режима. Февраль 2014 года, если бы выполнили по-честному то, о чем договорились, ничего бы не произошло. И Крым был бы в составе Украины. Но они решили сломать договоренность, потому что им не терпелось поскорее сменить власть. Борис Джонсон вообще такой любопытный персонаж. Я бы охарактеризовал как опасного фрика. Ну, достаточно на него посмотреть, чтобы все о нем понять. Но он опасный. Почему? Потому что он действует вопреки интересам мира в Европе. Он проталкивает свою антироссийскую и, кстати сказать, антиукраинскую позицию. И когда он в определенный период влиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры и даже в какой-то момент договориться о принципах урегулирования этого конфликта. Ведь это не секрет. Именно он сказал, нет, не надо. Мы вам поможем. Все будет нормально. Вы должны проявить волю. А потом почти его не стало. Но пушечного мяса на фронте все равно не хватает. И все громче. В том числе с подачи западных кураторов Киева раздаются призывы снизить мобилизационный возраст до 18-21 года. Многие в такой ситуации прячутся по домам, уклоняются или бегут из страны. В интернете множество роликов о том, как украинские мужчины, все-таки просачиваясь за границу, радостно поздравляют друг друга с бегством из концлагеря Зеленского. Немало из них при этом выбирают Россию. Только за год, с февраля 22 по февраль 23 года, в Россию прибыло 5,3 миллиона украинских беженцев. Сейчас их у нас значительно больше. При этом у Зеленского его клики вызывает бешенство тот факт, что уехавшие на запад страны, на запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов осени 2022 года. Те украинские мужчины, кому сбежать не удается, и кого все-таки насильно бросают на фронт, предпочитают либо сразу сдаться в плен, либо дезертировать из армии. Так, согласно данным прокуратуры Украины, за 8 месяцев 2024 года открыто почти 30 тысяч дел за самовольное оставление части, в то время как в 2022 году таких случаев было 6,5 тысяч. По оценкам экспертов, в действительности общее число дезертиров насчитывает от 100 до 170 тысяч человек. Вся Украина бурлит от происходящего в стране мобилизационного беспредела. И только западные спонсоры Киева пытаются не замечать эту фатальную для страны тенденцию и убеждают главу киевского режима гнать и гнать на фронт все новых несчастных. Как рассказывают попавшие в наш плен украинские солдаты с тем, чтобы абсолютно немотивированные украинские рекруты не могли сразу сбежать, в тылу их подразделения размещаются мотивированные националисты и неонацисты, выполняющие роль стреляющих на спину заградотрядов. Любому цивильному человеку, который хочет разобраться в ситуации, он видит не только интернет, он видит все средства массовой информации. И он копается всегда в самом углу найти самое далекое средство массовой информации, но справедливое и истинное. Спрос на правду и справедливость растет постоянно, каждый день. Мы одолеем и мы это несчастье. Просто на нас решили крепком, монолитном обществе отработать вот эти светлее революции с учетом новых информационных технологий. Не получится. Для начала помолимся Царю Небесным. И гимн. Мы голос русского православного большинства. Бог вечно живой. Он был, есть и главное, он будет. Западная цивилизация живет принципом West against the rest. Русский быт это покосившиеся избы. Нам нужно как можно больше рожать детей и как можно лучше их воспитывать. Эту миссию на нас возложил сам Господь. Проблемы мигрантов это не проблемы мигрантов. Кто мы вообще и чего мы хотим. Патриот это многодетный отец в конце концов. Духовный футуризм. Разложение нравственных устоев. Там уже идет грехопадение, с этим ничего не поделаешь. Границы России не заканчиваются нигде. Симфония духовной и святской власти. Во имя будущего русского человека. Мы русские. У всех, даже у военнослужащих, была вера в этого российского суперсолдата, который сейчас придет и всех победит. Ты когда-нибудь видел таких суперсолдатов? Да нету их, их не существует. Я изначально всем пытался донести такую мысль, что не придет, никто вас не спасет. Это дебилизм. Не бывает российского суперсолдата. Запомните все. Есть необученные дебилы. Ни дисциплины, ни подготовки. Зато наверх по рапорту доложили, что все хорошо. На данный момент самовольно оставляют части около 25% от всех военнослужащих. Это на самом деле большой урон российской армии. Потому что людей на фронте не хватает вечно. И это хорошо. Но тем не менее, почему люди на третий год войны все еще в нее идут? Деньги. Потому что будешь ты жить на зарплату в 30-40 тысяч рублей, либо же ты едновременно получишь выплату в 2 миллиона. Выплаты же тоже растут. Так что основная мотивация людей – это деньги, безысходность. Указом главы Чеченской Республики за личные заслуги, связанные с укреплением культурных и дружественных отношений между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой, поддержанием духа российских бойцов, участвующих в специальной военной операции, награждаются медалью памяти Ахмад Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики. Кадырова Айшат Рамзановна, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Чеченской Республики Чеченской Республики Чеченской Республики Чеченской Республики Долго и безумно, значит, очаровываются на постсоветском пространстве. И в этом смысле я должен сказать, что постсоветский человек это какой-то особый феномен, потому что такой вот глупой любви к Западу, мне кажется, вообще мало кто испытывает на этой планете Земля. Было бы интересно с точки зрения, знаете, социальной психологии, так сказать, или философии это испытать, потому что это реально так. Я довольно много работал в разных странах постсоветского пространства, ну практически во всех. Я действительно могу сказать, что вот такой вот иногда совершенно бестолковой и рациональной любви к Западу и доверию, так сказать, этому Западу как Господу Богу, ну мне кажется, во многие другие страны даже не повстречаешь. Но тем не менее, если говорить о Грузии, вот западники говорят, ну вот так вот и так, так сказать, спецоперация какой-то, так сказать, там российской, российских там политтехнологов и прочее, прочее, хочется спросить их, а что вы сделали для того, чтобы эту самую Грузию действительно вот так вот вдохновить на сотни лет вперед быть вместе с Западом? Ну давайте нам просто, так сказать, по пальцам пересчитаем. С точки зрения, так сказать, военно-политической поддержки, вы ее кинули в 2008 году. В 2008 год авантюра Саакашвили, на которой ее сподвиг Запад, обещание Запада вписаться за это дело, мы поможем, так сказать, мы впишемся, как только стало ясно, что не получилось, просто кинули. Это означает простую вещь. Надеяться на Запад с точки зрения там военной помощи, поддержки, того, что они спасут в критический момент, не приходится, первое. Второе. С экономической точки зрения, 30 с лишним лет прошло. Если Запад так любит постсоветское пространство, где эти огромные многомиллиардные инвестиции в экономику постсоветского пространства? В Грузию, Молдавию, так сказать, Украину и прочее, прочее государство. Где это? Ну построили бы там такую экономику, чтобы мы здесь себя обзавидовались в России, просто вот локти кусали бы, а там бы просто процветала бы, да, замечательная, так сказать, инновационная экономика. Где эти деньги, которые вроде бы как многие ожидали от дружбы с Западом? Их нету. Их нету. Посмотрите статистику открытую, так сказать, какую хотите, и вы увидите плачевное состояние экономики. И Грузии, и многие другие страны, которые рассчитывали, вот долгое время рассчитывали на вот эту западную помощь. Ну, например, Молдавия, кто не в курсе, первая подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом еще до того, как это стали обсуждать на Украине. Где результаты? Результаты все в минус. Вообще все в минус абсолютно, и это подтверждает, вынуждены подтверждаться даже, так сказать, молдавские эксперты, экономисты, даже совершенно, как бы, да, нейтрально или даже враждебно относятся к России, да. Дальше вопрос идеологии и ценностей. Демократия, 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 демократия. Оказывается, демократия это такой, так сказать, знаете, разрисованный паровоз, как там где-нибудь, так сказать, в этих парках развлечения ездит, да, для детей. А за ним, так сказать, 10 вагонов дерьма. Значит, прими, это самое, каких-то извращенцев, прими разрушение собственной культуры, прими разрушение традиционного образа жизни, откажись от собственной веры и так далее, и так далее, и так далее. Для большинства людей на этой планете, ну и в том числе в Грузии, то, что навязывает Запад, ну просто тошнотворно. Ну не может это вот нормальное человеческое, так сказать, естество прядь, потому что это антиестественно. Для многих, например, в Санкт-Петербурге Курск как проблемы не существует. То есть, знают, что есть Курск, но почувствуют, что там боль, что там разрушение, что там война, нет. Война ведет за собой внутреннюю инфляцию, война ведет за собой отток очень многих мужчин на фронт. Не конкретно связь с войной, то есть люди боль чувствуют, а посредованно, да, посредованная усталость от войны. Есть внутреннее сопротивление, то есть внутренняя кухонная миграция, она просто нарастает. Даже люди, которые раньше были активными сторонниками Путина, мои знакомые, и верили ему, даже у них сейчас нарастают вопросы и разочарования. Нельзя отсюда полностью ощутить состояние общества, в котором оно находится. Но это будет долгий процесс, сознание того горя, что принесено, того ужаса, что створено, и той неизбежности наказания, которая может быть. Нужна психотерапия. Нации нужно будет ментально лечиться. Ну и чого найбільше боится наддержава Російська Федерація? Звісно, окупація. Что кто-то прийде и пограбует их помешканья без унитаза. Ихни помешканья без газа. Ихни помешканья без коммуникации. В лейні, в бедности, в розруси, они все переживают. Недай Боже, хахли чи піндоси прийдут сами до них. От за тем, что они выкладывают свои социальные мережи. Что на голову не налазать. Что вызывает обурение, паніку, шуку. И единственное вопрос, как так можно жить. Но они не люди. Они росиане. Тоже, как и всегда, их социальные мережи, как векно у настоящего российского жизни. Уважаемая Луганская госадминистрация. Обращаюсь к вам, так как у нас критическая ситуация. Мы живем по улице Рудя, в доме 89, в этой квартире с ребенком и женой. Но зайти здесь и жить мы уже не можем, поэтому мы покинули квартиру. Причина в том, что там находится большая концентрация технических ядов. Сейчас мы покажем, что происходит в нашем доме. На протяжении 7 лет у нас льется канализация, вода. Все льется именно в подвал под мою квартиру. Там находится в квартире большое количество ядов. И находиться в квартире просто невозможно. Обращения в госадминистрацию, многократные обращения именно в горводоканал. Разговоры с главным инженером ничего не дали. Потому что люди никак не реагируют. Тоже самое у нас забита вся система люков. Все люки полностью наполнены водой. Стоит адский запах в подъезде и в квартирах. Уважаемая и луганская администрация, и прочие люди, которые могут нам помочь, вернутся в нашу квартиру. С уважением, жители дома 89 по улице Рудя. Авиакатастрофы и поломки самолетов прямо в воздухе преследуют Россию и будут преследовать вплоть до самого распада, пока Запад не снизойдет до поставок комплектующих и вообще замены гражданского авиапарка. Петербург, Алма-Ата, рейс Россия, течь топлива. Что-то новенькое. Обычно отказ двигателя или отказ системы кондиционирования. Или вообще разгиматизация салона или поломка шасси. А тут течь топлива. Тут у меня еще и новость в основном материале была, как рейс из Дубая в Москва-Бат был отменен. Тоже российская авиакомпания и тоже поломка самолета. И ни на час, ни на два это не обработка самолета. Это просто катастрофа очередная, где заменить что-то не представляется возможным. И единственная надежда действительно выключить, выклинчить у Казахстана какие-то самолеты, которые сам Казахстан не использует, чтобы, опять же, перевозить пассажиров. И это свидетельствует о том, что и у русской армии точно такая же ситуация. Все же едино. Смотрите, как вертолеты падают не только у Минздрава России или у МЧС, но и даже у Газпрома с Роснефтью. Все идет в известном направлении. Очень хорошо. Сначала сняли крышу, ждали материал. Два месяца все лилось в наши квартиры до первого этажа. Естественно, провалился потолок. Естественно, был грибок, плесень. Пострадала мебель и все остальные личные вещи. Я считаю, что это умышленное уничтожение нашего имущества. Хожу в геопер, как на работу ходила. Они обещают, но ничего не делают. Может ли люди жить в таких условиях? Объясните, пожалуйста. Это мы до конца еще не сняли плесень, сумасшедшую. Я жду с апреля вас и хочу увидеть хотя бы результат. Более отвратительной фирмы я не видела, уже извините. Ждите неделю, неделю еще. Сейчас мы зайдем. Когда? В квартире холодина, плесень, грибок. Проваленный потолок у меня портили, благодаря геоперу. Они обещают, что можно сделать вам, да? Хорошо, мы передадим. То же самое будет в тот момент, когда Россия начнет переформатироваться. Запад будет наблюдать. Помощь будет оказываться в виде гуманитарной. Да, окорочка, масло и сахар. Соль и сахар. Больше, в принципе, помощи вы от Запада никакой не дождетесь. Ну и гуманитарная, конечно, тоже хорошо. Но не более того, понимаете, вы больше ничего не получите. Вся помощь и поддержка, в принципе, могла бы для вас быть внутри Российской Федерации, внутри национальных республик. Но вы от нее отказываете. Я предлагаю вам поменять угол зрения, сменить его, да? Посмотрите на ситуацию по-другому. Не бойтесь ничего. В этой жизни нет ничего вообще страшного. В политической жизни тоже нет ничего страшного. Обо всем можно разговаривать. Со всеми можно, значит, мирно решать вопросы. Вот, скажем так. Такие вот у меня на сегодняшний день сложения. И кто додивился цей выпуск до кинца, то и особо от меня отримает такий собі статус найміцніших, найзалізніших нервов. Друзі, я вас вітаю. Если вы это сделали, то вы идете в идеальном настроении. Но перед тем, как пить, не забывайте лишать нам лайк для поширения всієї зібраної информации. Звісно, подписывайтесь на YouTube, пишите на Корбаново лайк, коментуйте. И обовязково побачимось с вами уже скоро. Бережите себя, бережите Украину. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok